всем отличного настроения дорогие мои зрители меня зовут татьяна и я вас приветствую на своем канале сегодня на моей съемочной площадке сладкий перец все томатики до томатики про перчик то я как-то и забываю вам рассказать и показать но начну с самого начала как я за ним ухаживаю почему я так рано его посеяла посеяла я рано потому что я хотела проверить схожесть своих семян собрала все свои семена замочила чистой перекиси водорода и вышли у меня семена проснулись только лишь урожая двадцатого года собранные как со своих перчиков так из покупных что я потом с ними сделала я их посадила естественно посеяла посеяла я их замочила так вспомнить бы еще замочила я их 7 января посеяла 10 и первые сходы начали у меня появляться пятнадцатого января вот ну схожесть конечно очень хорошая служить сто процентов вот здесь вот у меня еще есть не распикированные это урожай 2020 года в общем остальные так у меня не проснулись я уже не говорила дальше какие мне действия были перед пикировкой я конечно землю проливала фитоспорином от всяких там грибных полезней а черные ножки каких-то других еще заболеваний вот рассаживаю я сразу по два перчика вместе они очень хорошо вместе растут друг друга поддерживают я прошлый год даже колышки поставила хотела подвязать но так и не подвязала так и не собралась за все летом их подвязать сажая их вот так же стаканчики с минимумом земли и потом вы будут досыпать сегодня у меня первая серьезная подкормка для них вот поэтому решила я вам показать в избежание черной ножки я конечно поливаю умеренно поливаю по краю горшочка по краю стаканчика стараясь не лить под корень вот и конечно же землю рыхлю поливала вот я уже где-то наверное дня два назад был у меня полив кстати я не придерживаюсь никаких календарей сегодня просто чисто случайно думаю дай-ка я посмотрю вот какие у меня там дни были и дни то оказалось у меня все неблагоприятные и замачивала то я неблагоприятный день и посев то мне неблагоприятный день был и все в общем у меня все было неблагоприятный день но как видите все растет кстати выпада никакого у меня не было тут один какой-то был дохленький но сейчас я даже уже его и не найду какой-то дух леньки то вот он уже стал недохленьким а очень даже красивым посмотрите какие перчики красивые да вот правда стоит у меня сейчас вот этот вот ящик на полу тоже под подсветкой надо не найти никак места вот в квартире очень жарко ну вот не знаю даже как то ли вытягивается то ли нет в общем сейчас я вам расскажу какие мне будут дальнейшие действия вот этот перчик стоит у меня просто на окне на холодном подоконнике видите как он к свету свету потянулся вот видно даже да как изогнулся вот стоит так как без подсветки тянется к солнышку довольно таки прилично да выглядит что еще хочу развенчать мифы что они плохо переносят пересадку очень хорошо как видите все хорошо отлично перенесли пересадку перцы вот даже вот этот вот у меня большой я его перевалила пересадила но там корни кстати небольшие были этот у меня самосевом был в горшке они меня уже показывала правда были уже тут какие бутончики стали появляться и скинул бутончики но это и не страшно чуть страшно это просто экспериментальный не растет как как этот так цветочек вот смотрите какой там уже пасынок снизу лезет и все заглубленное вон листья видите нижние листья где ничего все в порядке у нас на площадке на нашей съемочной так сейчас я еще вот покажу вот эти вот и меня перцы пересажены какого двенадцатого тоже вот тоже своих вот этих вот были там я как уж носил так носила еще зачем я так рано и посела ну во-первых проверить схожесть а раз уж они у меня вышли да такие красивые вот и быстро я вот решила их посадить и посмотреть все-таки в этом году дождусь ли я второго урожая соберу ли я 2 урожай со своих перцев так как почему-то вот у меня созреет перцы соберу урожай и все и лето заканчивается а оказывается растение это это считается двухлетним и думаю надо бы дождаться мне второй волны то вот может быть тоже зацветут и что-то созреет поливаю я как сказала очень умеренно при пикировке я где-то через три дня тут у меня подписано так ну-ка через три дня после пикировки я их опрыскивала кальциевой селитрой кстати мне она вообще очень нравится это кальциевая селитра я никакими пинами не пользуюсь был печальный опыт работы с эпином и все и меня табу где-то он валяется в общем так и есть в аптечке но я ни разу ни разу за сезон никуда его не применяю этот пин вот я лучше попросил кальциевая селитра кальциевая селитра очень хорошо помогает всяких гнилей от вершинки укрепляет скелетик от растения листочек листочек тоже структуру листочка в общем мне это помогает при всем и применяю на молодой именно 1 1 но беру конечно минимальную дозу вот маточный раствор готовлю это 20 грамм на 1 литр воды и потом я беру шприцом где-то 10 кубиков можно и 20 вот для такой рассаду уже можно и 20 кубиков на 1 литр воды разбавлять и опрыскивать вот в полив тоже можно но это немного дольше а по листу все подкомки проводятся и это видно даже на глазах как они хорошеют издобреют вот видите какая земля на конечно этот грунт свой уже у меня всякие вот разные приготовлены сегодня у меня какие действия будут сегодня мне предстоит вот для этих вот перцев вот для этого ящика которым кстати сегодня месяц после всходов я буду проводить под кормочку под кормочку вот таким вот удобрением приобрела вот фертику люкс это водорастворимый для овощей цветов и рассады здесь так наверное вам не видно будет но я вам прочитаю прочитаю сколько здесь азота азота 16 фосфора 20 калия 27 то что любит перед то что ему понравится и всяких тут микроэлементов и макроэлементов я думаю он будет доволен и счастлив я уже отмерила отсюда здесь 20 грамм на 10 литров воды но мне столько не нужно для молодой рассады я отмерила 2 грамма эти 2 грамма вот такой видите там порошочек это пол чайной ложечки где-то примерно вот на один литр воды не уже сюда засыпала сейчас вот разболтаю и буду поливать где-то вот по чайной ложечке но естественно нужно сначала пролить вот стаканчики но я не буду проливать я просто добавлю вот в краешку куда-нибудь налью вот по столовой ложечке по столовой ложечке вот и потом вот присыплю присыплю грунта он хожу тут вокруг штатива туда-сюда туда-сюда вот грунт у меня уже не покупной выращивается уже перец в такой земле ну тут сбор компоста перегноя немножко покупного грунта что тут песочек горсточка золы в общем я золой не особо-то дружу вот но все равно все равно горсточку но насыпала вот где-то на ведро так чуть-чуть это чисто символически хотя кали кали любит кали любит перчик ну так вот сейчас я буду подкармливать этим удобрением и присыпать вот немножко немножко грунтика буду присыпать так как видите все-таки немножко они потянулись стоят под лампами тепло и буду тоже выращивать заглублением по два перчика обязательно перец это переносит очень хорошо впрочем как и томаты тоже люблю выращивать два корня в одну лунку но томаты по отдельным стаканчиком я люблю выращивать лучше я потом посажу вот с раскаянием в грядку вот так как вставляю колышек серединку томата между томатами в общем про томаты будет отдельный разговор так не знаю все ли я вам рассказала наверное все сегодня кстати у нас отличная погода сегодня праздник сегодня встретение зима встречается с весной в общем вот а у нас работает работы продолжается наша съемочная площадка постоянно что-нибудь то тут у меня снимается кстати я вам там обещала рассказать про черную ножку как я борюсь с ней никакие профилактические меры но я запорола видео капитально запорола она мне висит еще конечно под закрытым профилем вот но я наверное его выкладывать не буду лучше я пересниму и вам покажу так как свои обещания нужно тоже держать и выполнять я пересниму это видео может кому интересно будет ну в этом году вот у меня тут нету черной ножки надеюсь и не будет какие меры я принимаю я вам тоже расскажу по томатам вот но сегодня у меня еще тут запланировано кое-чего так что спасибо всем кто досмотрел всем удачной пассивной кто сеется дальше крепкой рассады здоровой крепкой зеленой рассады без проблем пусть у вас все выращивается мы будем делиться своими впечатлениями всем спасибо за внимание друзья ждите следующих роликов от меня